А смотрите что есть В предыдущей серии я показывал А30, этот ролик Будет на основном канале Или уже был А30, А50 и все остальное А это у нас 415J4+, он кажется называется Вообще, J415FN Посмотрим на нем, как попасть В рекавери, как сделать Ну, просто заводских настройок Если это были там графические ключи Или еще что-то такое Как попасть в режим прошивки и безопасный режим Значит, он у нас так, в каком состоянии включенный Но так как мы можем перезагрузиться в безопасный режим Долго жмем выключение И он предложит перезагрузиться в безопасный режим Другой способ Если вдруг нет такой возможности Если, допустим, он что-то там не включается Еще что-то такое Вам необходимо из выключенного состояния начать его включать Загорится надпись Samsung с названием модели Потом начнется какая-то анимашка Во время анимации зажимаете минус И держите минус, пока не увидите рабочий 100 Таким образом вы сможете включить безопасный режим Если вдруг вот здесь что-то не получается Дальше Режим Hard Reset Чтобы сделать сбор заводских настроек Нужно попасть в рекавери Ну, условно там можно и плюс, и минус Попробуем Плюс зажимаем и питание Держим две клавиши Экран загорится, питание бросим А плюс продолжаем держать Держим долго, пока не включится рекавери В рекавери, кстати, мы сможем увидеть версию Android И сделать ряд выводов Android 8.1.0 Ну, не самый старый, но как бы я бы уже хотел на подобный аппарат девятку Значит, так как у нас Android 8.1 Вам необходимо до сброса, до прошивок выйти из двух учеток Из учетной записи Google или из учетной записи Samsung Если они у вас есть, не беспокойтесь После сброса просто введете их Если нет, то меню настройки аккаунта И выходите из обоих учеток Потому что потом он будет их спрашивать Я как бы, ну, не сомневаюсь, что ФРП-блокировку вы снимете У меня и на канале есть целый полис ФРП Google И тема аппарата есть на 4П2 и где угодно Но лучше с этими связываться Например, с Samsung, с кучеткой вообще все по-жесткому Если делаете разблокировки за деньги Обязательно берете с человека документы Подтверждающие факт покупки Чека покупки, гарантийный талон Еще какие-то документы Где будет e-mail или серийник аппарата Все действия с краденными, найденными ворованными устройствами Это уголовно наказуемое деяние Связываться с этим категорически нельзя Выбираете Vibe Data Factory Reset Нажимаете да, он переспрашивает еще раз И вы соглашаетесь Таким образом вы сделаете сброс Окажетесь снова в рекавере И выбрать первую строчку, где написано Reboot System Now Я выбираю поверов, потому что я хочу показать режим прошивки Для этого подключаем кабель к компьютеру Я не уверен, от зарядки может быть тоже получится Думаю, что надо пробовать от компьютера Блин, почему здесь нет Type-C? Подключаем Ждем индикатора батарейки Вот после того, как... А, вру, отключаем Что я вам рассказываю? Фигню какую-то сказал Перед тем... Так, это потому что мы из рекавера Вот, кстати, когда в рекавере зашли и ничего не сделали Он снова окажется в рекавере Пока не выберете первую строчку Reboot System Now Такое тоже может быть Выключили Зажимаете плюс-минус Зажимаете плюс-минус и подключаете к компьютеру Плюс-минус зажат Видим режим прошивки Так, я отсоединю, больше не надо Вам остается только нажать вверх Чтобы согласиться попасть в режим прошивки Все После того, как сделаете сброс настроек Можете там удалить какие-то косяки Но большинство убираются именно прошивкой Берете программу Smart Switch официальную Там есть восстановление и обновление Можете взять программу Smart Firm Скачать последнюю прошивку Прошить и бед не знать Но так как аппарат достаточно свежий Он еще должен быть на гарантии Поэтому рекомендую обратиться Именно к официальным представителям Не ушатать аппарат, пока он на гарантии Еще лучше самим туда не лезть, пока он на гарантии Потом перезагружаете и можете пользоваться Насильное выключение Если вам необходимо выключить аппарат Вы зашли не в то меню Или просто телефон завис Или что-то просит пин-код И даже перезагрузиться не дает Вот, все, я сейчас выберу будет системный И он от меня отстанет Что-то надо вот прям перезагрузить Например, на АА30 мы видели там Пин-код он просил даже выключить Не давал телефон В таком случае зажимаете минусы питания На 7-10 секунд Телефон моргнет И после этого начнет включаться Все Это что касается экстренной перезагрузки Не забываем, что теперь есть отдельная группа Называется Unlocker То есть блогер, ссылки есть в описании Там я рассказываю про свою работу Есть соцсети В Facebook, ВКонтакте, Instagram Там все появляется немножко раньше, чем на канале YouTube Потому что очередь на публикацию там меньше Все самое интересное, важное и полезное С моего канала В полиции полезное Попасть можно с главной страницы канала Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте Ставьте лайк под видео И подписывайтесь на канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!